Батюшка, расскажите, как были у митрополита? Как Пасха. Пасха росла хорошо у нас. Вечером поднялся щи. Днем особенно был ветер такой. Сухо было. Просто даже страшно. Что-то где-то, если там бросил за 10 километров окурок, через час-полтора будет здесь. Вечер рвался страшно. Я уже пришел домой. У нас уже был пожар, уже тушили. Загорелся опять там акол. Загорелся. Тушили ребята. Я не ходил, а они там ходили. Потушили. И приехали. Потом с Корчино приехали. Ну, а потом к вечеру уже начали, когда читать апостола, 8 часов. 6 часов есть, то есть было. 8 часов. Пошел как бы дождик закрыл. Я говорю, о, слава Богу Господь. И у нас дождик пошел. Спокойно спать. Сейчас начнется пожар. Все будут тушить что-нибудь. Нет, дождик. Потом пошла хруппа, хруппа, как снег немножко. Ну, у нас тоже... Ладно, службу здесь прошло, после прочитали деяний. Вот, пошел, думал, отдохнуть немножко. Нет, не получается. Никогда. Круппа. Чтобы там не уснуть, скажи, не спать. Ну, а потом, когда вышли на крестный ход, тишина. И думал, свечи не гасли. У меня только одна средняя свеча, наверное, трехсвечник, вот погасла, доходить, когда там на кресток как-то думал немножко. А так все идут со свечами. Хорошо прошли все это. Ну, и все. Ну, а дальше что у нас? Слушаем, пошла, что я в череду. Вот я смотрю, только началась. А сколько этой девочке лет? Детей? Восьмой. Восьмой год. Семь лет. У нас мальчик есть там. Большая. И фтищик. Ему, по-моему, четыре года. Вот. Ну, там, Назаре уже шесть лет. И вся служба. Он стоит впереди. Всю службу. Стоит со свечами. Ни разу не присядет. Ничего. Стоит. И не видно, что он там, меняется, нет, веселый. А я выходил на каждой песне. Выходил в Христос. И Христос воскресе. Все стояли. Даже Серафима. Серафима уже плохо ходит. Даже она уже еле-еле там ходит. Ну, я ее в субботу придумал причастить дома. А смотрю, она приходит. Ну, ведь. Вот. Пришла в храм. Причастил я ее. Думаю, пошли, когда на службу я пошел вечером. У них не было среда. Вот. Я говорю, спит, наверное. Правда, служба началась. Нет, вылезу. Причем ее, Володя, я привел. Она еле-еле держит. Зачем? Придела. А три недели, наверное, назад она, я пришел и попроет. Она меня просит. Плачет. Выключай. Попроси Андрюшу, чтобы сделал мне домик. Какой домик? Ну, гроб. Я говорю, ну, что ты боишься? Помрешь, зачем? Мы без гроба разве похоронимся? Нет, я хочу, чтобы вот он побыл, чтобы я его осветила. Молитвы будут возле его леса. Ну, я пошел, Андрей. Говорит, так и так. Андрей, что ли? Ну, я не настаивал Андрею, чтобы я его так сказал, только передал просьбу, чтобы себя это снять. Хорошо. Проходит два дня, приходил Андрей, заказ готов. Я захожу, у него в столярке стоит. Да он его отшлифовал, так это сделан. Такое прямо приятно, приятно такое иметь крестик. Ну и сказал, пошел сыну Володе-то, Володя, забери. Он чего? Ну, я, говорит, гроб сделал. Кому? Ну, меня просила, что Рафима Гавриловна гроб сделал. А он так говорит, а она что, помирать собралась, что ли? Он как бы не верит, что она уходит. Он считает, что это не свет. Ну, ладно, привез, потом он сказал, приехал, забрал. Я прихожу в пятницу, а он у нее стоит, где она в ее комнатке, где она молится, он так как можно, она его прикрыла так, и она рядом у нее кресло, где она, там вот это налойчик, где она молится. И сидит она с правой стороны, у нее гроб, она, на гроб, такой купонон. Она сидит. И приехали на неделе сельсовета, значит, глава администрации, поздравлять ее от президента поздравления. Каждый 9 мая приходит там конверт, такой, и открытка большая. Ну, больше, наверное, ничего и не было, кроме открытки-то, наверное. Да, не дают. Не знаю. Уже не дают. Ну, вот. Ну, и она как увидела это, говорит, Горгуров-то подошла к ней, то увидит, а это что такое? А это, говорит, мой домик. Как так? Все же обычно, наоборот, молодятся, губы красят. Мне интересно, чего удивляются гробам, будто не знают, что люди умирают. Ведь все у них сверху, неверующие, тем более старый человек. Мы тоже знали. Да, они губы красят старые гроба. Мы жили у дедушки, я в 7-м классе учился, а братишка в 5-м классе. Сережка ходит. Иосиф. А дедушка до этого начал готовить себе домовина, называется. А старообрядцев делалось так, что они из готового дерева. Заходили дерево и выдолбливали. Гроб делали. И дедушка начал это делать. Но он до половины где-то додолбил. И в октябре месяце, в осенью, он заболел. И заболел так сильно. И 23 декабря он умирает. А гроб-то стоял так, это не дойдет, он в сарае. Так мы, можно сказать, заходить, корова там была, овечки давать что-то. Так мы обходили, старались где-то пролезть, там через ковыду. Только мимо гроба, чтобы там не проходить. Боялись как-то. Вот такой страх вот какой-то. На мистическом уровне. Да, оно везде. Ну, кладбище там охотят. Боятся на кладбище там. Мертвецов боятся. А живых бандитов ночью идет, одна не боится. А пошли ночью одну молодую девушку там наказываешь. Что ты? Нет. А где-то смотришь, сколько показывают. Там напали, где идет. Одна темно, через какой-то там лесопарк. Куда ты идешь одна-то? Поймали там, ну что, сделали, что надо с ней, что-то. Ну да давай, меня так еще снимай. Ты знаешь, вы говорите, ну до того бы прям... Другой расхочется прям, знаешь, это... Узарить по аппарату и все. Это история пишет. Да какая история? Ты вот до того уже прям, знаешь, все. Патриарх запрашивает. До того уже, как говорится, до этого, с этим. Это нисколько не хуже, чем показать, как патриарх и другие в масках сидят. Да, в масках сидят. Да, это точно. А вообще, как-то это нет. Это написано, сидите тихо. Так сидите тихо, этого никуда нет. Да, никуда нет. Мы без масок, мы без масок. Приеду завтра, прикроют ваши, надену три маски на вас. Бог милостивый. Это точно. Благодарите Богу. Это стоит пример. А то сидите тихо, говорит, сидите. В Америке 600 тысяч уже погибло. А в Индии сколько игр? В Индии меньше. Ну вот так вот. А в Индии 600 тысяч. Тихо. 200 тысяч. Спрашивали, вопрос звонили, да сами не слушали. Простите. Прошло все. Пошли все по домам разговариваться. Я сказал, кто может, кого приглашайте, кто там в один. Разговаривали, отдыхать. В 10 часов у нас был молебен. Пасхальный молебен. Он не томил около полчаса. Помолились и на трапезу. Где-то было 30 человек с лишним. Сестры приготовили трапезу хорошую. Потрапезничали. И пошли на концерт. Я на концерт уже не пошел. Собирался ехать дорогу. Время 12 часа. В 12 мы уезжаем. Поэтому я на концерте не был. Ну где-то час концерт был. Я смотрю, в 11 они ушли. Где-то в 12 уже ребятишки бежали. Ну и все. На этом закончилось. Меня Терентий довез до трассы. Там ждали где-то с полчаса. Идут все машины. Не останавливаются. Уже ребята подальше. Они там с Марком отъехали. Я один на дороге. Нет. Проходит машин. 30-40 прошло наверное. Несутся машины. Потом раз тормозит одна машина. Я подхожу. Дверь открывает. Батюшка, Христос воскресе. Я говорю, воистину воскресе. Куда вам? Я говорю, да мне в город. Ну я только до Паланска еду. Ну там автобусы ходят. Садитесь скорее. Ну он вышел, мою сумку в багажник положил. А сзади у него на сиденье девочка лет 5. А кто он-то, батюшка? Знакомый вам? Нет. Нет. Это врач реанимации. В реанимации работы врач Паловский. Был в родину у брата. Брат тоже врач. У нас все. Семейство родня все говорят у нас врачи такие. А врач его работал где-то в госпитале. Ну и там его награждали. И я поехал, говорит, в это, ну поприсутствовать на этом торжестве таких награждали. И вот меня, значит, он посадил. И так всю дорогу это мы проговорили хорошо. Он, знаешь, какой мне день сегодня счастливый. Я батюшку подобрал, не знаю. Надо же, он такой. Я говорю, а я-то какой? Сколько голосов нет и нет. Уже встал, говорю, в душе ропот. Да что ж никто не останавливается. И вот он вдруг этот раз. Господь послал. А там я подождал минут 20 автобуса и на автобусе доехал. А здесь меня на вокзале Лена подобрала. И не доехал. А пол пятого я чуть пораньше, хорошо, пораньше поехал. В собор приехали. А там уже жду. Оказывается, с четырех часов, не с пяти, а с четырех. Но владыка сейчас задержался на полчаса. Да. И я-то пришел, а уже все священники выстрелились рядами. А я-то, бачка, говорю, да надо, я помолюсь. Потом, нет, ай-да. Мне в алтарь завели, дали. У себя красное, мне желтое дали. Это не было красного облачения. Но встретили владыку, там все, зашли, когда в алтарь. Там уже, знаете, как нужно там по ранжиру становиться. Кто старше там по... Повесу? Черотония, не по весу. Повесу? Я бы никогда и всегда был по-сидану. Я бы никогда и всегда был по-сидану. По-сидану, по-сидану. Ну да. Это че? Надо научить воспользоваться. Вообще выключить. А зачем такие берете? Не имею пользу, я беру. Подарили. Подарили. А рык прям невозможно. Простой кнопку. Ну вот, а там, значит, потом встали. Я сзади встал. Тихо, тихо. Нет, все, нельзя разбирать. Все интереснее. Встали, потом меня подошел, включай отец Сергей, прислял. Ты не на своем месте стоишь на свое место. И меня вторым от владыки послал. Первый секретарь, потом секретарем я. Ну и все, пошла служба, владыка служила. Мы там уже, как ему, подпевали, пели, стояли. Где-то человек сорок, наверное, было батюшек. Вот, а потом закончилось, когда, вечерняя только. Там дальше у них утренняя, но вечерняя закончила. Владыка пригласил на трапезу. В епархии была трапеза там. Ну вот и все, там немножко я побыл там. По это, и потом раньше уехали. Там батюшка, который меня, отец Алексеем, привез это. И он едет на Алтайско. Ну и почти по пути ему. Я говорю, давай, ну я все. Я попросил благословение, владыка передал всем вам благословение. Спасибо. Всех Христос. Просил я на день деревни. Он пообещал, значит, я помню, я записал все в календаре. Только когда я говорю, сейчас я ему передал приглашение. Ну и все. На этом, да, пришел я домой и зашел. И брат, он мне что-то там показывает, давай, все, а я сплю сижу. Что посмотреть? Я ночью не спал и день, и я уже сплю. Он еще посмотри, еще посмотри. Какой, посмотрите? Я уже встал и ушел, и пальто забыл. Без пальто не убежал. Без пальто убежал. Раздетый убежал. Ну и все, лежа, пришел, еще немножко посидел, чаю выпил здесь, и как лег я. И обычно ночью просыпаюсь. Надо просыпаться. Надо. А это, главное, интересно. До шести часов я не проснулся. Значит, все как бы остановилось, все. Притомились уже все. Притомился. Ну и все, все, и проснулся тогда, вот, давай готовиться к службе. Ну вот так вот все прошло. Загуляевый там в Потеряевке? Загуляевый в Потеряевке? Да. Загуляевый, да, они неделю будут там, наверное. Неделю будут там. Загуляево в Потеряевке. И гости были из Барнаула, был только Костя Дмуха. Был Барнаульский, ну и вот Загуляева. Все, больше в Барнаульске никого не было. Ну а так были студенты там приехали, многие там. С Томска приехал, это Маша с мужем. Комска. Ну да, приехали. Вот, сестра там у этой Терентьевой жены Кати, сестра Насты была, кто посторонний. Ну и все, больше так никого не было. Издалека никого не было. Дорога есть, можно проехать, но на низкой машине там в одном месте только колея низкая. Если на низкой, как Лена, то ей не проехать. Она там от трассы отъедет 2 километра и... Прислятый. И будет сидеть, пока дорога не высохнет. Барабаш уже сейчас в поле будет, уже там некогда будет. Поэтому, может быть сейчас вот будет погода, то она быстро подсыхает. То может подсохнет. Потому что, говорил еще, помню, дедушка говорит, осенью, говорит, ложка воды, ведро грязи получается. А весной, говорит, наоборот, ведро воды, ложка грязи. То есть весной грязь быстрее исходит. Буквально ветер падал, там за день подсыхает, а осенью долго там не подсохнет. Поэтому, если такой вес сухи, то вся дорога хорошая, сухая. А вот там в одном месте и объехать некуда, там никуда не объедешь. Ну, вот так вот. Все? Ну, как высохнет, держите в курсе нас. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Понаедем, понаедем. С украшением. Можно спросить, в Красном же пасхальную вы раньше служили нам служили? Начинается в Белом. Начинается? Да, первый переблащается в субботу в Белое во все. Первое служит он в Белом. Потом по уставу до отдания Пасхи служба совершается в Красном. Но я так как сегодня, как бы, пасхальную службу первую, и поэтому я Белом. Ну, это так установлено. Ничего, греха не будет, если в каком-то другом от этого не изменится. Ну, правило такое. Я жил когда в Тургизии, и вот ходили молиться в храм. А, видать, алтарник был. Такой мужчина здоровый, так полный он. Так не пузатый, но полный такой он. Крепкий был, да. Ну, уже пенсионер пожилой. Я заметил, любая какая служба, допустим, служба Богородицы. Он приходит, у него длинная рубаха, косовородская такая, голубая рубаха уже. Под поясок, поясок как подвязанный. Там, допустим, наверное, там зеленая. У него зеленая рубаха, он приходит. Батюшке в зеленом служит, и он, и у него зеленая рубаха. И вот он всегда там красная там, бывает, рубаха там вот. На пару, он в красной рубахе. Жена хорошая. По цвету. Да, все-таки, я все смотрю, думаю, надо же говорить, как это он. Все. Жена рукодельница. Ну, не знаю, я не знаком с ним близко-то был. А так вот наблюдал я. Там придешь, помолишься, да и уходишь. Поэтому так. Ну, что? Что еще? Во сколько будет у нас служба? Служба в здании будет в пять часов. Здесь вечернее богослужение в пять часов. Местного времени, не московского. Сейчас по местному времени поезда прибывает и побывает. Везде по местному времени встали. Ну, там в конце пишется, московское, на сколько там, на четыре часа. А сделали так. Батюшка, о соборовании когда-то будет у нас. Кому соборование? Тебе надо. Кто у нас лежачий? Ты прямо просишься, Господи, вот я хожу, ну, чтобы мне заболеть и пособоровать. Ну, что вы такие-то? Вы здоровые. Здоровые, все сидите здоровые. Что соборовать? У нас там кто-то виселыми ногами. Кто-то лежит у нас, не Анилода Любовь Петровна. Заказывайте. Двое такие больные. Вот, домик заказывай. Надо заказывать домов. Да, пост весь прошел, все молчали. Начинается с 13 дней, батюшка, а собороваться? Да вы что, сестры? Какое собороваться? Проснулись, а батюшка. Проснулись, ага. Раньше надо было просыпаться, но... А кому надо, кто заботился? У меня было так, мать его звонит, батюшка, ну, как-то бы. Я говорю, Бог бы осовет. Там, пособороваться, где надо. Больной человек, пособороваться надо. Вот. Она не раз, раз, до два, до три звонит. Как это, батюшка, сделать что-то? Ну, а вы просидели, начинается такая... Там некогда спать. Блин, собороваться нам надо. Здоровые любите. А что, батюшка, собороваться в пост нужно? Да. Живательно, да, рекомендую. Да я не знаю про это. Болеть только в пост. Хорошо. А сейчас радоваться. Спасибо. И исцеляться. Общее соборование, это я не знаю, когда его ввели, не знаю. И почему, но... Понимаете? Соборование так говорится, что кто болен, да призовет пресвитеров. И помолятся его помазавшим маслом. Над ним. Над ним. Над ним. Он лежит умершим. Да, он лежит больной. Какие-то заболевшие. И он тогда, ну, и для исцеления. Соборование здесь все. А у нас сегодня соборование как бы для смерти. Ну да. Что, пособоровать и... Ой, как хорошо, вчера пособоровать, а сегодня умер. Да, хорошо. Как хорошо, говорит. Благодать. Благодать, да, благодать. А еще есть такое поверье или как выдумки, да, скажем, что соборование прощает грехи, это же неправда. Но такое ходит в церкви. Мне уже не раз говорили, что это это, это грехи. Да, говорят, говорят, что грехи не только в соборовании прощаются. Грехи прощаются и без соборования. Если ты сердце молишь, где-то одна и просишь у Бога прощения, то Господь простил твои грехи. Мы что праздним, Пасха? Господь взял наши грехи. Но если ты приносишь покаяние, и плоды покаяния есть. А если покаяние приносят, а плодов нет никаких, то, ну ты посеялась, чеснок, а ничего нет, он даже не взошел. Взошел. Какая пользащая? Взошел. У нее взошел в огород. Тебя посадили взошел. Поэтому так, пока празднуете Христос Воскресе, до Вознесения приветствует себя. Приветствуйте один раз. Не три раза приветствует. Всегда Христос отвечает во весенном Воскресе. Еще если на Пасху помер, то ты точно в раю будешь. Это тоже бабкины сказки. Ты не проповеден. Очень охота на Пасху помереть. Если всегда в твоем сердце Пасха, всегда. И как Серафим Сарусский, кто приходил к ним, он всегда приветствовал. Христос Воскресе, радость моя. Если ты так живешь, и ты никому, то для тебя всегда открыты двери туда. А если у тебя этого нет, то и здесь открыто, у тебя закрыто. Хоть когда помирать, да? Хоть когда. Поэтому не надо так говорить, что это мало ли что там надо говорить. Вот открытые двери, хорошо умереть на Пасху, хорошо умереть в покаянии. И чистым сердцем умереть. Вот это хорошо. Говорит в одной из... Да я с этим ехал я. Да вон как. Я говорю, вы знаете, мне так нравится отец Андрей. Говорит, да ткачок. Я его слушаю. Вот когда дежурю, говорит, я-то там. А ну а что, говорит, я включу, у меня это интересно. Да мне так нравится. О, какой мужик, какой грамотный. Как он, говорит, говорит, мне так нравится. Ага, ткачок, образованный какой, говорит, как он говорит. Да все говорит, по делу, прям по пути. Не запинается. Да. Мудрик, я говорю, но это дар Бог дал такой ему. Да что Бог это? Да Бог, говорю, разные дары дает люди. В одному такой дар, ему дал такой дар. Вот. А вам, может быть, вот дар доброе дело сделать, у меня подвезли. Он, да что, и какое-то это. Ну как, это тоже, ну проехали, может, им нужно 50 проехал, они остановились. А вы 51 остановились. Ну, значит, у тех нет этого дара, а у вас, видишь, дар какой. Ну вот так, да, дар доброты. Поэтому, Татьяна, не наставишь в собор. Я не наставлю. Потом будет, когда, может быть, и договоримся как-нибудь. Когда Сергей не будет снимать, тогда я вас по собору. Надо фотошоп просто сделать там туда, и всем вам такие носы поросящие с масками сделать. Ну так, что еще? Какие желания, наставления? Да, сегодня вечером. Да, сегодня вечером. Не стал потерять. Чтобы было мир и согласие между нами. Приехал, спасибо. Еще где-то с ними говорили. Утром должен будет приехать. Он должен приехать утром и привезти Алексею. Будьте демену. Семенович, посылку. Я не взял. Говорит, ты, говоришь, там килограмм. Какой он принес там кучок? Куда? Говорит, у меня сумка одна такая. У меня вон какой-то чемодан в сумке? Робашку. Конечно. Он не заболел. Мешок, не заболел. Наоборот. Наоборот. Я говорю, ты что, куда я это возьму? И буду по городу с этим мешком. Ну, потом Костя там, говорит, Костя. Я говорю, он Костя... Он унес, Костя в машине поставил. Значит, жди, Костя должен приехать. Может, там так и стоим? Да не, он прям... Загрузил? Не загрузил, он за дверей там поставил. Барбашка. Да, да. Да, да. Нет, ну, не его просто. Барбашка. Передайте им поклон большой. Кому? Барбашок. Ладно. Точно. Вы по восапу не уходите. Пол, наверное, пол бобины засунул. Я уже сказал, один килограмм. Батюшка, да там было 500 грамм всего. Но он их туда положил, забыл, говорит, у него. Какой там 500, 500? Там не 500. Три веревочки было, сегодня все это. Как где? Ну, когда он хотел передать-то. Ну, так нет, наверное, другое. Забыл он уже. Ну, подожди, привезут. Ну, короче, я не взял. Отказался. Отказался, батюшка. Да я уже не дожидался, не надеялся. Это чудо умножения веревочек. Я уже не надеялся. Там два брата у нас, значит, Володя и Юрий. Ничего, живут дружные. Всегда спрашивают. Ну, как вы, братья, все у нас хорошо. Мирно живете? Мирно. А он потом спрашивает. А что батюшка так всегда спрашивает? Мало ли что. Я говорю, чемодан, это не распаковывай шибко. А то, может быть, через три дня, да и сбежишь. Дунешь, присмотри сначала. Ну да. Ну, нет, пока я не думаю вертвижать. Но все-таки пока. Сказал Павел. Так ничего, он очень такой, это... Привет. Кому не кайф. Все, работать может. Там, смотри, уже огорожен, блоком пашет. Володя еще не направлял. А он, ну, всю там, это ему... Батюшка, так он же деревенский. Да. У меня, говорит, и козы, если можно было бы, я бы, говорит, с козами приехал сюда бы, говорит. Здесь он почти коз. Хорошо. Там где-то матери у нее козы. Да он взял год почти у этого, Стерлигова. Хлеб пек. Почти три года. Ну, я слышу, что год. Почти три. Здесь он сказал, два года. Хлеб пек бездрожжевая. Володя стал печь хлеб. Ну, Володя с дрожжами пекет хлеб. Мы попросили, чтобы стек. Он не стал в этом участвовать, я не хочу, говорит, в этом участвовать, чтобы... Потом, когда я буду, потому что нет, у него закваски, это нет, чтобы он ходит бездрожжевой хлеб. Чтобы не потерять свой, как это называется, имидж там или что-то. Талант. Нет, это не потерять. Володя говорит, я уже... Не марку. Не в сейчас. Ну, так, а так, ничего, все нормально. Да, конечно. Я сказал, фейк. Уже выводит это фейк. Спасибо, что это значит. Уже там, ну, не это мука. Ну, не это мука. Спасибо. Давление бей. Он там не только это сказал. Давление, я в последнем районе не стал принимать. Он не смеет давление, да. Мука неправильная. Сто, девятнадцать. Не, сходите, я не верю про землю. Я слабо держу, я не стал. А вот мука неправильная. Надо полку. Надо грибы. Нам будет подскочить внезапно. Как вам, Маргарита, двести сегодня звоните. Двести. Маргарита. Звоните мне сегодня. Двести давления, я не могу. Охрана там, из КГБшникова. Они в нем там работают. Бывшие КГБшникова. Они там всех держат, их положают. Вот так вот, на него работают. Ну, там все было. Там все мясное. Там, ну, какой там... А он... Хороший мигу прибыл, поездил. Что там, вот так было. Нет, нет. Да, да. Еда, конечно, такая. Да, Кагаса, хорошая, соля. Но я взял кусочек маленький. Первый корон, первая, заплачает, что... Живая, а потом, после, я капу. Ни все, если это все дает. К Грошу. К Грошу не доели. Квасом Андреевичем я запевал, и все. Кгадись, потом поехал. Ну, все мясное. Даже если натуральная. У меня, что ли, ненатуральная еда? Так, ну, богатый что-то. Много-то. Могатый что-то. Можки там эти куриные были. Ну, там были больше не только батюшки. Там были у меня гражданские, кто-то, приносим, работают. Которые там благодетели какие-то, кто-то там. Что-то там рассказал, что только он один молодой. Был этот вот хозяин этого бачкарей. Вот. Я спрашиваю, кто-то это. Магин. Магин. Какой же он? Молодой еще. Где-то, может быть, 40. Нет. Спортивного роста он. Он хоккеист. Путин играет. Да, ну, он видно, что хоккеист. Это какие-то спортсмены. Спортсмены. Да, он много помогает. Он, по-моему, там храм где-то построил и ему помогает. Но он посидел немножко там. Портал. Все, я говорю, это буквально не долго. С Владыкой поговорили. Он посидел там немножко и быстро убежал. Ну, и другие, какие там были тоже граждане. Один какой-то грузин рядом со мной сидел. Но он ничего не говорил. А там другие там тоже выступали, благодарили. Человек, их, ну, может быть, 6-7 было в Гранд-Амске. Ну, все такие. Что? Кто помогает? Кто помогает. Пригласили. Ну, вот так вот все. А что, батюшки все на машинах. Пить никто не пил. Квас. Только квас. Это лимонад. Бочкари. Бочкари же лимонад. А было что пить? А? Было что пить? Ну, было, посадено. Было. А что было? Было праздник. Ничего не нарушается. Что-то тут. Ну, я. Потом бескарные бабушки расстали. Нет, я все рассказал, что было. Что-то, я что-ли. Ничего там не было такого. Все было. Батюшки кто-то там говорили слово. Я, в прошлом году, меня попросили там, я сказал. Ну, а сейчас я быстро уехал, поэтому, может, потом. Нет, ничего, все нормально. Там семинаристы подавали, а там пухню у них кто-то, женщины готовят. Ну, а кто, молодняк? Ну, так вот, все. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Да слава Богу, Господи. Все хорошо. Не болейте, батюшка. Ну, и вам доброго. А что мне болейте? У меня сколько врачей у меня будет? Спокойно умереть не дадите. Нет, батюшка, не дадим. Да, это вот проблема, проблема. Кого нет, никого. И у нас не, сколько было, нет. Один боится, другой не хочет. Опасается, опасается, отвлите, и нет. Было два дьякона, ни один не получилось. Ну, это же дьякона было. Сейчас бы что-то были, сейчас бы были, кто-то в городе был, но нет. Так что вот так. Такие священники, чтобы Господь послал кого-то. Да, молимся, молимся. Ну что, вы еще что-то будете? Да, все. Мы уже сошли. Занятие Роза. Спасибо, Христос. С Богом Большим. Вас сегодня подвезти, батюшка, куда? Куда? Мы будем петь? Мы будем молиться, чтобы вы чурили. Спасибо.